В конце прошлого года в Хемках стартовала вакцинация от коронавируса. В начале января вакцинировать начали пенсионеров, а теперь прививочная кампания затронула все категории граждан. Мы отправились в одну из поликлиний города, чтобы узнать, как можно записаться на вакцинацию. Это поликлиника номер 7 на левом берегу. Одно из трех мест в Химках, где людей вакцинируют от коронавирусной инфекции. У кабинета с приготовленными вакцинами очередь не больше четырех человек. Людей приглашают по записи в назначенное время. 64-летний пенсионер Юрий Андрианов в шаге от того, чтобы сделать прививку и не бояться заболеть. Электрик-инженер Юрий Андрианов – работающий пенсионер. Говорит, что теперь жить и трудиться будет спокойнее. Я не болею, нет у меня никаких осложнений, но я хочу беречь себя, подольше жить. Боюсь, что других не заразить на производстве. И также желаю, чтобы другие тоже так же прививку сделают. А вот 74-летняя Нина Паращенко вакцинировалась две недели назад. Я 5 января вакцинировалась, абсолютно никаких симптомов не было совершено. Ни температуры, ничего абсолютно, даже не почувствовала. Ну, я следила, когда объявят вакцинацию. Как только объявили, что пожилой возраст уже может вакцинироваться, я позвонила по телефону на запись к врачам. Мы сказали, записываю. С начала вакцинации в поликлинике привились более 200 человек. Более 300 человек стоят в очереди пенсионера в числе тех, кто активно записывается на прививку. Вакцина стала доступна для них в начале января. Придут родственники, придут дети. Могут также их заразить. Поэтому они у нас долго с марта месяца сидели дома, боялись своих близких родственников, своих друзей. Все-таки они должны выходить на улицу, должны выходить в парки, гулять и не думать о том, что могут заболеть. Около 60% всех желающих сделать прививку от коронавируса – люди старшего поколения, говорит заведующая поликлиникой. Впрочем, и молодежь также стремится обезопасить себя и своих близких. Мне главное, чтобы у меня близкие были здоровы, которые хроническими заболеваниями болеют. А то, что у меня там входит, я думаю, что ничего по слову не произойдет. На антитела сначала направили, говорят, что нет, не болела. Ну, я и дома сидела, как-то, что я на удаленной работе. Вот, я и поэтому не болела. Вакцинации предшествует обязательный поход к терапевту. Врач проводит осмотр, опрашивает пациента, проверяет, есть ли у него противопоказания для прививки. Например, человек может болеть, тогда на данный момент ему противопоказана прививка. Вакцинироваться решила я, но сначала меня направили в кабинет, где делают экспресс-тест на антитела. На иммуноглогулинах Н и Дж. Напомните, пожалуйста, чем М отличается? М-ки, это идет воспользовательный процесс. То есть положительный процесс? То есть положительный процесс? А джижки антитела такая, которая уже переболевшая, которая положительная, хорошая. Делаю тест. Такого поворота событий я не ожидал. В моей крови обнаружили незначительное содержание антител М. Да, вот подходите, смотрите. Вот это да, Сань. Ну, ты даешь. После оглашения результата оператор сразу отстранился подальше. Получается, у меня два варианта. Либо я болею прямо сейчас, либо переболел совсем недавно. Уже за кадром в больнице меня ведут на дополнительный ПЦР-тест. Биоматериал берут из носовой полости. Ощущения не по себе. Я и вся студия ТВ с нетерпением ждем результатов. Провели вам ИХА, то есть экспресс-тест ПЦР-диагностики. Он показал отрицательное. Таким образом, мы делаем выводы, что, скорее всего, вы переболели в легкой форме, но антитела еще, иммунглублинжи не выработались, а им еще до конца не ушли. Я вспомнил, что в канун Нового года подхватил простуду. Однако к началу рабочей недели я чувствовал себя абсолютно здоровым. Недомогание списал на обычное, сезонное. Оказалось, не все так просто. Сейчас я здоров, и мне выдали справку. Данные зарегистрировали в Роспотребнадзоре. Теперь меня пригласили на повторный визит в поликлинику через неделю, чтобы проверить количество антител в крови. И в случае необходимости сделать прививку вакциной «Спутник Ви». Как оказалось, не всегда после болезни вырабатываются антитела в нужном количестве. И, по словам врачей, лучше иммунную систему усилить дополнительной прививкой. Записаться на вакцинирование можно двумя способами. Во-первых, с помощью электронной записи на сайте mosreg.ru. Там нужно лишь выбрать удобную вам поликлинику. В химках прививку делают в поликлиниках номер 5, 7 и 9. Кроме этого, запись ведут и по телефону в регистратуре медучреждений. Каждый сосуд с вакциной рассчитан на 5 человек. Поэтому люди должны быть пунктуальны и приходить в назначенное время. Мы собираем 5 человек, так называемые пятерки. Назначаем определенное время. При них размораживаем вакцину. Терапевт повторно осматривает и вакцинируем. Соответственно, через 20-й день, время, когда мы уже непосредственно повторно приходим на ревакцину. Антитела вырабатываются через 42 дня. Вырабатывается стойко. И в течение года они держатся. Кстати, что касается нашего телеоператора, то экспресс-тест показал отсутствие в его организме антител коронавирусной инфекции. При том, что в новогодние праздники мы работали с ним бок о бок. Однако наше обоюдное ношение масок и соблюдение дистанции, по всей вероятности, сыграли важную роль. Александр Сергеев, Николай Забродин. Специально для Химки ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!